В Ненецком округе стартовал Большой этнографический диктант. Международная акция проводится с 3 по 8 ноября в режиме онлайн. Участникам необходимо ответить на 30 вопросов о культуре, традициях, языках народов, проживающих в России. Одним из первых своей силы в этнографических знаниях проверили депутаты окружного парламента и представители молодежной палаты. Ольга Руссул продолжит тему. Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомен с культурой народов, проживающих в России. А также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания диктанта оформлены в виде теста. Депутат окружного парламента Николай Миловский в этнографическом диктанте участвует второй год. Что мне показалось интересным, что такое патриотическое воспитание даже здесь присутствует и очень так органично оно здесь смотрится. И действительно подчеркнута вот эта роль, что победили мы в войне благодаря дружбе народов. Тест состоит из 30 вопросов. 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников. 10 вопросов – уникальная часть диктанта для каждого субъекта Российской Федерации и других стран. С неким минимумом знания, допустим, вопрос про название наших фронтов. Там, в принципе, более-менее базово представляя Великую Отечественную, ты ответишь в любом случае. Есть вопросы про традиционные устройства русской избы, причем, где находится красный угол. Я вот банально всегда думал, ну вот как бы от двери его ориентировал, то есть когда ты открываешь дверь, противоположный по диагонали угол – это красный. А там надо рассчитать от печки. Председатель молодежной палаты Ненецкого округа Владимир Абрамов тоже старается участвовать в таких просветительских проектах. Кроме того, палаты два раза в год самостоятельно организуют для жителей региона свои диктанты по истории Отечества и Великой Отечественной войны. Ну, во-первых, интерес. Интерес к знанию родного края, как вот в этом диктанте, опять же, интерес к знанию нашей страны. Опять же, мы понимаем, что у нас пути неинский автономный округ, но все-таки он у нас многонациональный. У нас проживает очень много национальностей, мы должны знать и уважать культуру разных народов. Но, опять же, для меня, как председателя молодежной палаты, очень интересно все-таки, что мы можем дать молодежи. Ответить на вопросы нужно за 45 минут. Максимальное количество баллов за работу – 100. Правильные ответы будут опубликованы на сайте Большого этнографического диктанта до 16 ноября. Вопросы средней степени сложности, считает Владимир. Самое сложное, наверное, все-таки из истории знания нашего края, потому что пока еще плаваю в этих вопросах. А самые легкие? Самые легкие, наверное, связаны все-таки с Конституцией. Опять же, у нас недавно была принята новая Конституция, приходилось ее, опять же, заново читать. Было очень интересно, познавательно. Организаторами акции являются Федеральное агентство по делам национальности. В Ненецком округе – Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа. Итоги акции подведут 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации.